Музыка Совсем недавно фраза «Кривый рог, туристический город» вызывала закономерную улыбку, но времена меняются и в нашем регионе, благодаря усилиям энтузиастов, начинает активно и успешно развиваться новая туристическая деятельность. Это программа «Зеленая стратегия», я ее ведущий Василий Савосько. Сегодня поговорим об успехах и достижениях промышленного туризма в нашем городе. За свою многовековую историю человечество создало очень много шуток о любопытстве. Но, оказывается, любопытство – это не порог, а краеугольный камень успешного выживания как отдельных племен, так и целых цивилизаций. И в наши дни любопытство не утратило своей актуальности, но приобрело экономическое содержание. Именно эта человеческая слабость и является социально-психологической основой туризма, который в мировом масштабе приносит огромные доходы. Понимаете правильно, туризм – временный выезд людей с мест постоянного проживания с различными целями, но без оплачиваемой деятельности на новом месте. Различают молодежный, семейный, лечебно-оздоровительный, спортивный, религиозный, экологический, зеленый, сельский и так далее виды туризма. Ежегодно в мире регистрируется более 500 миллионов туристических поездок. Ежегодный доход от туристических поездок исчисляется сотнями миллиардов долларов США. В настоящее время все большую и большую популярность набирает самый молодой вид туризма – промышленный, или по другому определению – индустриальный. Этот вид туризма появился в 80-х годах XX века в странах Западной Европы. Как всегда, первым в этом деле были чудаки, которых интересовали последствия промышленной революции. Со временем индустриальный туризм завоевал все больше и больше популярность среди путешествующих братей и осваивал все новые и новые территории. Простий туризм – это все-таки более широкое понятие, которое в себя включает абсолютно все разные виды туризма. Индустриальный туризм – это более узкий напрямь, однако он из-за своей узкости не является менее интересным. Это действительно напрямь, который предупреждает обучение как активно действующих промышленных объектов, так и уже закинутых объектов, которые входят в категории объектов индустриальной спадщины. Все мы привыкли считать, что за последние 125 лет, со времен железной лихорадки, у нас в Кривбасе имели место явления только с негативными последствиями для природы и человека. Но оказывается, накопившиеся за это время разнообразные отходы можно с успехом превратить в реальные доходы. И поможет нам в этом промышленный туризм, который с успехом реализуется у наших европейских соседей. Популярный напрямь в европейских странах, и страны, на которые мы равняемся в нашем городе, в установленном промышленном туризме, это, конечно, брендовые страны для промышленного туризма, Великобритания и Немецкая. Ну и Польша сейчас активно также подключается к этих когортов. То есть, не в Украине вы думали промышленный или индустриальный туризм. Это действительно европейская практика, которая развивается еще с 30-х годов 20-го столетчя. Как же прекрасен и уникален наш родной Криворожский край. Вырезшие здесь люди по привычке мало это замечают. Но те, кто впервые увидел наши пейзажи и смог их рассмотреть по-настоящему, навсегда остаются поклонникам их красоты и неповторимости. В первую очередь это касается уголков нетронутой природы. Первая категория – это природные места, которые созданы природой, нетронутой. И это, можно сказать, такие экологические зоны, природоохранные. Это, например, скелы Модру, геологическая памятка природы. Это балка певничная червона, которая находится на певночьи города. Это сланцевые скелы в Саксаганском районе. И это такие объекты, которые привабливают людей тем, что природа, она первозданная, можно так сказать. Также нельзя не отметить, что наши промышленные, в первую очередь, горно-металлургические гиганты, а также колоссальные изменения природы в нашем регионе, представляют очень большой интерес для определенной категории любопытных людей. Именно они готовы потратить свое время и свои сбережения для того, чтобы все это увидеть воочию. Особливость промышленного туризма в том, что такого нет. Кривый Рег занимает лидирующие позиции. Вы видите, что мы промоцируем Кривый Рег как столицу индустриального туризма, потому что мы много на шахты, карьеры, отвалы. У нас много интересных проходит заходов, трейли на велосипедах, проходит интересные маршруты по відвалам, по провальним зонам. То есть это интересные люди, люди приезжают до нас в мисто. В нашем городе безлиц, что этого интересного и основная пешка нашего города в том, что, если я говорила, что мы равняемся на Европу, однако в Европе все объекти музеификованы. В нашем городе, как говорится, в нашем гимне все кипит, все меняется, стримко росте, тобто тут активная діючая индустрия представлена. Звісно, все туристы, которые интересуются подорожами до Кривого Рога, они все хотят спуститься до шахты, побачить карьер, подняться на відвал, звідки видна панорама нашего города, ну и також дуже вражают наши провальні зоны. Тобто, нібито, это такой негативный дещо аспект нашего промыслового виробництва, однако это те зоны, которые в таких масштабах больше не дают в Европе не представлены. Именно личное посещение действующих горно-металлургических предприятий Кривбаса позволяет увидеть их мощь, оценить их своеобразную красоту. Кроме того, воочию увиденное лишний раз подчеркивает силу человеческой мысли и мастерство человеческих рук. Все это делает наш регион и неповторимым, и очень привлекательным для промышленных туристов, любителей индустриальной экзотики. На сегодняшний день в мире понимают реально, что промысловый туризм – это не только туризм спадщины, а это и туризм ливинг индустрии, то есть на предприятия, которые работают. Мы их назвали, и даже логотип, когда придумывали «Дающая индустрия», слоган «Дающая индустрия» как раз должен быть подкрасить, что в Кривом Розе вы можете побачить предприятия, которые работают. Если поделать на промысловие, интересные объекты и экскурсии, то это, конечно, видимо, видение карьеров. Это, наверное, самое любимое из карьеров – это самая Певденного гирничо-збогачевального комбината «Наше залезное сердце Украины». Это видение промысловых предприятий, например, Арселор Метал Кривий Риг открывая свои двери на коксохимическое производство, где можно как раз познакомиться с процессом коксохимического производства. По разным оценкам, у нас в Кривбасе имеется около 30 тысяч гектаров так называемых нарушенных земель, техногенных ландшафтов, отвалов, карьеров, провальных зон. Большинство из этих творений рук человека оставлены без его внимания, поэтому саморазвиваются и формируют уникальные и неповторимые объекты природы. При этом возраст некоторых из них привалил за столетний рубеж. Особенность таких объектов мало кого могут оставить равнодушным. «Дуже хорошие у нас объекты – это видвали. Найбільші два для отведения, найкрасивіші – это Петрівский видвал и Бурщицкий видвал, где можно увидеть место с высоты Пташиного польота, увидеть промысловую, уже штучную, створенную природу, потому что Кривий Риг – это степова местность, и как резонанс между штучной природой, вот этими видвалами, Криворізькими горами и уже такими створенными горами». «От мои хорошие приятели приезжали из Кировограда, например, из Львова. Одновременно они были. То перед тем, как я им предложил пойти на экскурсию, они сказали, а что в Кривом Роге можно такого посмотреть? Вот сразу, казалось бы. Но после того, как мы с ними поднялись на Петровский отвал, прогулялись, они потом сказали, да, у вас в Кривом Роге есть что посмотреть, это всего лишь выход на один отвал был». Всем известно, что наш Кривбас находится в степи вододефицитной природной зоне, где естественных озер не может быть вообще. Но оказалось, что на месте бывших карьеров самоформируются прекрасные водоемы, которые просто завораживают и поражают своей красотой. «Ну и така, что, мабуть, найгарнейшая место – это затопленные карьеры гранитные, это место для отдыха, для экскурсий. Это у нас Карачаневский гранитный карьер и Зареченский карьер. Ну, это таки, наибольшие такие родзинки водные. Ну, и, конечно, вражает туристов, экскурсантов. Это зона срушения, провальние зоны. Это тоже те, что, можно сказать, вражает. И это те объекты, которых нет в Европе загалом. Один иностранец был из Канады, мне предложили для него экскурсию провести. И один иностранец был из Турции, причем из курортной зоны. То особо впечатлен был канадец. Он хотел, как я уже говорил, сюда попасть. Кривбас вечерний была экскурсия, ночной город его очень впечатлило. Как известно, наличие идеи о промышленном туризме, а также очень привлекательных объектов для промышленных туристов, недостаточно для его успешного развития. Однако конструктивное сотрудничество представителей всех сегментов нашего общества, бизнеса, власти и общественности уже принесло первые плодотворные результаты. Это не может не радовать. На сегодняшний день місто Кривориг, буду говорить прямо, завдяки нашей инициативе, это инициатива внизу. Теперь это в обличии Института развития мёста Криворога. Мёсто Кривориг является членами, корпоративными членами Европейской ассоциации маршрутовой индустриальной экспедиции. Найбільшее достижение, что он развивается. В этом году много выставок мы проведали, мы промотируем его. В этом году Институт развития мёста, а именно наш директор, проведал в складе делегации от Кривого Рога мёсто Лондон. И там мы тоже промотировали Кривориг, наш индустриальный туризм. Как известно, останавливаться на достигнутом – это смерти подобно, потому что жизнь требует дальнейшего развития и регулярных конструктивных действий. В случае с промышленным туризмом отрадно видит, что в нашем городе есть люди, которые это понимают и, более того, предпринимают конкретные шаги. Для того, чтобы турист приезжал до города и отримал автористичный продукт, цікавий, треба объединения всех, кто дотичный до туризма. Это готельеры, это сувеніршики, это дючие предприятия, на которые мы возим экскурсии. Это кафе, в которых можно покормить туриста. Поэтому 13 грудня мы запрошиваем на туристическую майстерню индустриального Кривого Рога. Это будет заход по нетворкингу, то есть обмяну контактами, чтобы объединять людей, которые дотичны до туризма, в туристический кластер Кривого Рога. Промышленный туризм в настоящее время становится все более актуальным и важным направлением экономической деятельности в нашем Криворожском регионе. С одной стороны, у нас есть что показать так называемым промышленным туристам. С другой стороны, у нас есть люди без ложной скромности, высокопрофессиональные специалисты, которые могут показать индустриальные красоты Кривбаса всем желающим. Более того, имеется еще одна причина, которая обрекает нас на развитие промышленного туризма в Кривбасе. Монопрофильность мест в экономике – это прямая загроза до критично-кризисного такого развития, если падает попит на ту или иную продукцию, которая связана с такими монопрофильными предприятиями. Не нужен металл или железный руд на святом рынке. До свидания. Будет закрываться все подряд. А туризм – это одна из тех ланок, которая дает возможности от разговоров про так называемую диверсификацию экономики как раз ее реализовать на практике. В наше время все понимают, что промышленному туризму в Кривбасе быть. Для этого имеются все необходимые условия. Есть что смотреть. Есть кому показывать. Есть кому смотреть. Вместе с тем имеются некоторые сомнения, сможем ли мы с вами создать достойный мирового уровня туристический продукт? Можно было бы сделать и разработать такий продукт, который бы имел европейское значение. А это дороже, что стоит. А это значит, что можно получить больше приборов. Украинская держава ставит на сегодняшний, наступный рік и вси последующие роки развиток передусім внутреннего и въездного туризма за рахунок въезда великой кількости иноземных туристов и громадян. Сегодня для Кривбаса промышленный и индустриальный туризм это одновременно и новые возможности, и новые вызовы. Сможем ли мы воспользоваться этими возможностями? Сможем ли мы найти правильный ответ на новые вызовы? Зависит только от нас с вами. Просто очень хочется, чтобы наши дети со временем смогли прочесть в своих школьных учебниках. Кривейрох – мировой лидер промышленного туризма.